Утка, курица, свинина, говядина свои и тем не менее с начала года барнаульский производитель полуфабриката фиксирует второе повышение цены. Сначала чек вырос из-за запрета на собой скота с личных хозяйств, теперь докатилась волна санкций. Больнее всего по производству бьет упаковка, она импортная и тянет за собой 30% удорожание продукции. Чтобы оставить цены прежде, как они до военной операции были, так скажем, снизить цены на упаковку. Пусть она будет простой, но товар не ухудшится качеством, не уменьшится в объеме, как многие говорят. Давайте сейчас все хитрые объемом будем играть. Произвели запас продукции, от которой мы зависим, это упаковка. И ведут переговоры с производителями российских аналогов, которые пока уступают в качестве. Петр Кузьмин делает сыры на итальянской закваске, ей замены в России не найти. Однако сейчас он не просто не намерен отказываться от сыров, максимально приближенных к итальянским, но даже делает на это ставку. Это хорошо и для закрытого рынка, и для конечного потребителя. Ждем дополнительных оптовых клиентов, предложения от торговых сетей, для того, чтобы себе увеличить объемы продаж, снизить немного тем самым себестоимость. С перспективой на всю ситуацию смотрят в ресторане, где готовят блюда из курицы. Курица, конечно, алтайского происхождения. Почему для нас не играет роль санкции, которые вводятся, так это, наверное, больше потому, что у нас нет продуктов, которые привозятся откуда-то издалека. Мы используем все овощи, фрукты, которые у нас производятся непосредственно не только в России, но даже просто в алтайском крае. Кстати, по словам предпринимателей, из-за ухода Макдональдса эта птица подешевела на треть. А блюда из курицы могут заменить на рынке и сам Мак, и другую популярную сеть, если она соберется приостанавливать работу. Но в целом этот ресторан скорее счастливое исключение. Большинство производств оказываются в единой цепочке повышения стоимости. И есть эксперты, которые считают, меры поддержки бизнеса недостаточные. У нас сегодня такая ситуация моделизационной экономики. И нам здесь нужны люди, которые понимают эти процессы. Вот та вальяжная история, как мы работали до этого, на мой взгляд, она губительна сегодня. По его мнению, деньгами нужно наполнять не банки, а реальный сектор. Закупать оборудование, запчасти. Нужно вводить мораторий не только на плановые, но и вне плановой проверки. И пересмотреть налоги, ведь оборот бизнеса в скором времени может сократиться. Наши спикеры согласны, что рынок нужно наполнять своим. Но отечественные ингредиенты, элементы и технологии еще нужно создать. Анастасия Драган, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. Анастасия Драган, Алексей Фризин, Андрей Печоркин.